Итоги праздничных выходных подвел руководитель травм-центра первого уровня Андрей Карпунин. Он отметил, что во время новогодних каникул в областную клиническую больницу поступало большое количество пациентов с судорогами, токсическим поражением головного мозга и отравлениями суррогатами спиртных напитков. Также большое количество пациентов с мозговыми травмами. Несколько прошло пациентов с политравмами, это в результате дорожно-транспортных происшествий, а также падение с высоты. По словам медиков, больше всего травм в новогодние праздники обычно получают из-за гололеда на дороге. Не менее опасными могут быть падения на улице после удачного застолья. Однако нередко причиной травмы становится дорожно-транспортное происшествие. К счастью, все пациенты живые. В настоящий момент лечение проходит 11 пациентов с тяжелыми травмами и с травмами в результате дорожно-транспортных происшествий. Как отмечают врачи, каждый год число обращений по поводу травм с наступлением зимы возрастает. Медики напоминают, чтобы сохранить здоровье и не провести ползимы в гипсе, в первую очередь необходимо подобрать правильную обувь. Подошва должна быть ребристой. На период гололеда следует исключить обувь на высоком каблуке. Если же вы предпочитаете зимние виды спорта, то стоит позаботиться о защитной форме. Например, если вы отправитесь на прогулку на снегоходе, не забудьте о шлеме и специальной экипировке, защищающей позвоночник. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».